МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия информационная программа Республика. В студии Ольга Панова. Четыре дня в Чувашии находилась глава Российского императорского дома Великая княгиня Мария Романова. К нам Великая княгиня прибыла из Нижнего Новгорода, где отмечалось 400-летие победы над Смутой. В Чебоксарах у Марии Владимировны была насыщенная программа. Отчет о пребывании царственной особы в нашем специальном репортаже. До революции особой императорской крови нечасто посещали Чувашию. Доподлинно известно, что проездом здесь были Екатерина II и Павел I. Нынешняя же глава Российского императорского дома, ее императорское высочество Великая княгиня Мария Владимировна во время своих приездов в Россию непременно приезжает в республику. В выходные в Парке Победы ее встречали по-особому. В карауле кадеты. После возложения цветов к Вечному огню она подарила ребятам фотографии со своим автографом и пожелала быть настоящими патриотами. Когда не забывали, что будущая Россия будет в ваших руках. И никогда не надо опозориться. Так что, чтобы ваши внуки тоже гордились вами. За несколько дней до визита княгини в прессе писали, что Мария Владимировна приезжает в Чебоксары во второй раз. Оказалось, что с республикой глава императорского дома познакомилась еще в начале 90-х годов. В то время она побывала во многих провинциальных городах. Уезжая, княгиня обещала вернуться в Россию снова. В этот раз она попыталась более предметно изучить культуру и святыни Чувашского края. Это очень важный визит, отметила на встрече с Марией Романовой, глава региона. Они говорили о том, насколько важно сохранять и приумножать духовные и нравственные ценности. Мы, как национальные республики, имеем свои особенности. Хотя вы знаете, но я хочу это подчеркнуть. С учетом глобализации в мире, с учетом происходящих интеграций, практически 128 национальностей проживает на нашей республике, 8 этнических групп. Уважение к другим в человеке необходимо воспитывать с ранних лет. От этих, казалось бы, и прописных истин зависит будущее страны, отметила княгиня. Важно, чтобы мы все определили, чем каждый должен заботиться на благо общее дело, чтобы мы могли передать все самое лучшее, следующее, строить будущее, светлое будущее для наших детей. На память о встрече не только совместные снимки. Мария Владимировна вручила главе республики две медали. В честь юбилея народного подвига – 400-летие дома Романовых. Еще одна награда от великой княгини – Орден Святой Анны, который был провозглашен в честь дочери Петра Первого. Этот знак является одной из почетных наград императорского дома. А воскресным утром великая княгиня приехала на службу в Веденский собор столицы Чуваши. Здесь митрополит Варнава отслужил заупокойную по царям российским. ПЕСНЯ С митрополитом Чувашии Великая Княгиня встречалась и во время предыдущих визитов. Мария Владимировна отметила его заслуги в развитии православной культуры и вручила уже знакомый орден Святой Анны. Во время нынешнего визита в Чувашию Мария Владимировна решила посетить и мечеть Булгар. По словам муфтия Москвы и Центрального региона, председателя Духовного управления мусульман Чувашии Альбира Карганова, мусульмане всегда считали себя верноподданными Российского императорского дома. 400 лет назад татарские князья подписали воззвание о приходе на престол Михаила Романова. Многие конфессии, которые в России были, несмотря на разные эпизоды истории, тем не менее находили общий диалог. Ведь в царской России, мы знаем, действовало более 7 тысячи мечетей. По завершении своего визита Великая Княгиня встретилась с общественностью города. Руководитель канцелярии Александр Закатов рассказал, что Российский императорский дом считает 400-летие дома Романовых не семейным праздником, а общероссийским торжеством. Благодаря этому событию в России прекратилась смута. Мария Владимировна считает, что только любовь и вера должны быть основой любых отношений. Татьяна Молокова, Дмитрий Ковалев, Андрей Шоклев, Андрей Спиридонов. Республика. Нынешний визит Великой Княгине Марии Владимировны был насыщен встречами и включал в себя не только знакомство со столицей. Галина Титарчук встретилась сегодня с главой императорского дома и узнала, какие сувениры для августейшего сына увезла с собой титулованная особа. Одним из заключительных пунктов в плотном графике Великой Княгине Марии Владимировны стало посещение мемориального комплекса летчика-космонавта СССР Андриана Николаева в Шоршиллах. Глава Российского императорского дома возложила цветы к мраморному саркофагу космонавта номер три. Сразу после этого высокие гости направились в Еловую аллею, в которой с каждым годом становится больше деревьев. Сегодня рядом с елью, посаженной главой Чуваши и Михаилом Игнатьевым, появилась еще одна зеленая красавица. Очень приятно, когда с землей работать, с цветочками, с разными, очень всегда приятно потом смотреть, что выйдет. Но, во всяком случае, моя бабушка очень любила, она даже довольно профессионально занималась. В музее космонавтики гостям показали и уголок класса Шоршиллской семилетней школы, и парту, за которой учился маленький Андриан. Листки бортового журнала космических кораблей «Восток-3» и «Союз-9», заполненные рукой Николаева. Скафандр для старта и спуска. Личные вещи Андриана Григорьевича. Тюбики с космической пищей. Великая княгиня с большим интересом слушала экскурсовода. После просмотра экспозиции свои эмоции оставила в книге предложений. А директор музея Александр Тугмаков, в свою очередь, подарил княгине Марии Владимировне книги о чувашском космонавте. Глава Российского императорского дома обещала вернуться в Чувашию и еще раз более детально ознакомиться с мемориальным комплексом в Шоршиллах. Галина Титарчук, Андрей Шоклев, Республика. К теме повышения зарплат бюджетникам сегодня вновь вернулось правительство Чувашии. На еженедельном совещании обсуждали, как исполняется соответствующий указ президента страны. В Республике для этого созданы специальные дорожные карты, в которых прописаны конкретные шаги по повышению заработных плат. Сегодня об исполнении указа отчитались профильные министры. Общая тенденция для всех министерств – все идет по плану или даже сверх того. Первой доложила министра здравоохранения. После всех повышений зарплата врачей составила в среднем 28 200 рублей, младшего медперсонала – 9799, среднего – 15 900. Лимиты, прописанные в дорожных картах, превысили. Но средства в бюджете заложили, уверяет Алла Самойлова. Глава региона просит все-таки придерживаться плана. От факта вдруг снижение произойдет, они социальную напряженность будут создавать. Параллельно с увеличением зарплаты, качество услуг должно улучшаться. Вот самая главная наша задача. Хорошую динамику по росту зарплат отмечает Министерство образования. Показатели заложенных по году в дорожной карте достигли, но столкнулись с проблемами. Мы с сентября этого года ввели поправочные коэффициенты базовым окладом учителей. И это новое всегда вызывает некоторые непонимания или некоторые расхождения. Поэтому анализируем сегодня практику начисления заработной платы учителей с тем, чтобы не допустить дисбаланса по отношению к качеству и работы учителей, качеству образовательных услуг. Средняя зарплата в образовании после повышения 16 813 рублей. Есть муниципалитеты, не дотянувшие до планки. Вопросы звучат в адрес Новочебоксарска. По Новочебоксарску ниже, чем в средней по республике, по итогам 9 и 15 649. Почему так происходит, Александр Владимирович? Мы не достигли тех показателей, которые ставились по задаче. Но с учетом сейчас дополнительно выделенных средств, мы дорожные карты по дошкольным образовательным учреждениям по году выполняем. В сфере культуры среднемесячная зарплата сейчас чуть выше 11 тысяч рублей. Существенно поднялся заработок, по данным Минкульта, у работников театрально-концертных учреждений и архивов, а также библиотекарей. Повышение в бюджетной сфере существенно повлияло на рост зарплат в целом по экономике. Динамика неплохая, но уровень заработков так и остался невысоким, если сравнивать с другими регионами, с лучшими практиками, констатировал глава Чувашия. Три высших учебных заведения Чувашии имеют признаки неэффективности. Министерство образования и науки России опубликовало результаты мониторинга деятельности высших учебных заведений за 2013 год. Мониторинг эффективности российских вузов проводился с 15 августа по 15 сентября прошлого года. Проверка осуществлялась по 50 параметрам, в их числе оценка в образовательной сфере, научно-исследовательской работе, международной деятельности, трудоустройстве выпускников и развитости инфраструктуры образовательного учреждения. По первым итогам признаки неэффективности обнаружены у Чувашского государственного педагогического университета, Чувашского института культуры и искусств и негосударственного регионального института технологии и управления. Мы оказались в такой ситуации по нескольким причинам. Та, что в 2012 году, по результатам которого производился мониторинг, у вуза в собственности или в оперативном управлении не было ни одного квадратного метра площадей учебных. По двум показателям мы все-таки вышли выше порогового значения, в частности это средний балл ЕГЭ. И второй показатель, 0,51, это касается процента преподавателей, которые имеют почетные звания, государственные какие-то премии, звания лауреатов различного рода конкурсов. У нас в сравнении с пороговым показателем выше на 25%. Университеты Сельхозакадемии признаны в новом рейтинге эффективными. Кроме того, в список эффективных вошли филиалы 5 из 13 российских вузов, расположенных в Чувашии. Глава Миноборнауки России Дмитрий Льванов отметил, что список неэффективных образовательных учреждений является предварительным. По его словам, вузам, которые уже попали в черный список, необходимо разработать планы мероприятий по повышению эффективности их деятельности сроком до 1 декабря текущего года. Сегодня в Чебоксарах прошел вебинар «Стартовая диагностика первоклассников». Министерство образования Чувашии планирует измерить готовность первоклассников к обучению в школе. Тестирование – часть независимой системы оценки качества образования. Она дает возможность понять, как ребенок подготовлен к учебе в школе, как дальше работать с ним. Тесты разработаны Российской академией образования опытными специалистами-тестологами. Диагностика будет проводиться в начале второй четверти, когда первоклассники уже освоились в школе. Она включает четыре психологических теста для детей, родителей и учителей. Результаты диагностики не могут использоваться при распределении детей в тот или иной класс. На основе полученных данных будет составлен профиль адаптации к школе каждого ученика и класса. Далее по итогам этой диагностики готовятся большие подробные методические рекомендации для учителя, как работать с каждым учеником для родителя, насколько подготовлен его ребенок и как нужно дальше помогать своему ребенку, чтобы он был успешен в течение дальнейшего обучения. На его погонах пока только две звезды, зато уровень пятизвездочный, ведь он лучшей полицейской страны. Кстати, повезло с такими ценными кадрами именно Чуваши, точнее Новочебоксарску. Все, пошли. Он надел форму больше 20 лет назад. Карьеру начинал еще с патрульной службы. Теперь Александр Алексеев – начальник штаба ВВД по Новочебоксарску. Совсем недавно к звездам на погонах прибавился редкий титул «Лучшей полицейской страны». В конце октября его наградили в Москве. Прежде всего, Александр Николаевич характеризирует те качества, которые присутствовали настоящему сотруднику полиции. Его достижения как в работе, так и в личной жизни, так и его безупречный авторитет среди сотрудников отдела потолкнул на то, чтобы Александр Николаевич был участником данного конкурса. На прекрасную половину коллектива прельщают в коллеги явно не только рабочие качества. Мне он нравится, потому что он очень хороший семьянин. У него три замечательные дочери. Он прекрасный папа, девочки учатся, принимают активное участие в жизни школы, города. Все награждаются, ну, есть в кого идти, наверное. А как руководитель ответственный, спокойный, рассудительный, в меру с чувством юмора. Все в меру, как бы ничего лишнего. Работа во многом зависит в любом коллективе от того, какая атмосфера в этом коллективе. Я считаю, что в нашем коллективе очень хорошая атмосфера. Мы чувствуем всегда поддержки друг друга, и в этом, как говорится, в этом успех нашей работы. Коллектив или личные качества, но позади остались соперники из 83 регионов страны. Судя по всему, Чувашия может спать спокойно. Ольга Пырочкина, Елизавета Зайцева, Евгений Анисимов, Республика. К сожалению, среди добросовестных сотрудников полиции встречаются и те, кто попал в ряды блюстителей порядка по ошибке. 10 ноября, прямо в профессиональный праздник, пьяный сотрудник ГИБДД совершил ДТП. В Чебоксарах на Ядринском шоссе автомобиль Toyota Corolla выехал на полосу для встречного движения, в результате чего совершил столкновение с Ford Focus. С рулем личной Toyota находился инспектор спецбатальона Госавтоинспекции МВД Почувашии. Медосвидетельствование показало, виновник аварии находился в нетрезвом состоянии. В аварии пострадал водитель Ford. В настоящее время, по данному факту, назначена служебная проверка. Прогрессивное человечество отмечает дни качества. Что вкладывает в это понятие Сбербанк и почему День качества здесь отмечается как корпоративный праздник? Смотрите далее. У меня же на этом все. Я с вами прощаюсь. До встречи. Попробуйте через систему Сбербанка онлайн, то вам будет более выгоднее экономить ваше время. Вопросами повышения качества обслуживания мировая банковская система озадачена уже давно. Сбербанк России, как один из крупнейших игроков финансового рынка, считает качество самым главным конкурентным преимуществом. Понятие качества очень емкое, но включает целый спектр разных аспектов. Начинает приветствие на входе и завершая линейкой предлагаемых услуг. В данном случае для физических лиц. Сбербанк России очень плотно работает в сфере социальных услуг. У нас очень высокая доля коммунальных платежей, у нас высокая доля пенсионеров, которые обслуживаются, как в городе Чебоксар и Новочебоксар, так и в районах на территории Чувашской республики. У нас очень много совместных республиканских программ, в том числе кредитование, в том числе поддержка учебных заведений. Мы в своей деятельности стараемся подобрать продукты для каждого слоя населения. Для клиента синонимом качества чаще всего является удобство. Конечно, приятно, когда тебе улыбаются, но еще важнее сделать необходимые банковские операции быстро и без нервотрепки. А больше всего вкладчики ценят готовность Сбербанка пойти навстречу, выстроить максимально подходящую схему взаимоотношений. Пенсию я перечисляю на спирткнижку, там ветеранские и другие перечисления, вот и все идет на спирткнижку. Удобная вещь, в любое время. А раньше, если люди ходят на почту, там по дням, так далее, а мне когда нужно, хотя срок придет определенный, тоже после 11 числа получаю, ну вот могу 11, могу приедение взять, эти пенсии, могу не все взять, а на почту получаешь все средства, они быстро разводятся, так сказать. Кроме того, людей устраивает и то, что офисы Сбербанка близко от дома, и то, что действуют они в удобное время, не надо отпрашиваться с работы, и то, что здесь давно введена электронная очередь, заметно сократившая время ожидания. Все это составляющее понятие «высокое качество обслуживания», за которое борются сотрудники Чувашского отделения Сбербанка. И побеждают. Завораживающая игра оркестра. Полный зал гостей в предвкушении приятного вечера. Такими позитивными нотами начался юбилей одной из ведущих компаний республики жилищно-коммунального хозяйства. Десять лет назад, объединив предприятия городов Чебоксары и Новочебоксарск, образовалось общество с ограниченной ответственностью «Коммунальные технологии». Приоритетной задачей компании является формирование новых стандартов качества коммунального обслуживания потребителей. За десять лет коммунальные технологии завоевали авторитет и уважение благодаря своей деятельности. «Общество десять лет осуществляет свою основную деятельность по производству и передаче тепловой электрической энергии. Осуществляет ее безаварийно, бесперебойно. Поэтому я считаю это серьезная и знаменательная дата. Естественно, особые слова благодарности, в первую очередь, это работникам общества, его дружникам, его ветеранам». Сплоченный коллектив компании, он насчитывает сегодня более двух с половиной тысяч специалистов, поздравили как представители органов Чувашской республики, так и представители бизнеса общества. Почетные грамоты, благодарственные письма, также памятные подарки нашли своих героев. «Для того, чтобы понимать, что такое коммунальные технологии, далеко ходить не надо. Надо отъехать за 20 в район. Мы частенько не замечаем, привыкаем к тому, что те условия, в которых мы сегодня живем, они достаточно комфортны для жизни человека. И в этом ваша огромная заслуга». «Тепло и свет в каждый дом» – девиз коммунальных технологий. В юбилейный вечер компании на сцену вышли победители конкурса детского рисунка. Он объединен более 20 школ Чебоксар и Новочебоксарска. Участники подготовили 131 работу. «Любимый коллектив – залог успешной работы», считает Татьяна Александрова. «Поздравляю своих коллег с таким замечательным юбилеем. Желаю всем удачи, здоровья и любви». На сцене блистали как чувашские артисты, так и российские звезды. А под занавес вечера для юбиляров выступила группа «Бандерас». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова